Райское детство Но акцент хочу сместить на практическую деятельность этой НКС-церкви. Это значит, что у этой церкви не только есть понимание, как должно происходить детство, но также имеется понимание и имеются методы, как исправить детство отдельного человека, Однако, если оно неправильно завершилось, это значит, слишком рано, в принципе, оно должно быть от 0 до 7, И также, если знакомство со злом произошло во время периода от 0 до 7, которое испортило, которое привело к интродукции зла в жизнь ребёнка. Этот период от 0 до 7, он такой важный, потому что он является базой всего здания, которое будет строиться позже. Это и эмоциональное здание внутри, это и умственное знание внутри развития этого интеллектуального знания. Дело в том, что если детский период закончился неадекватно, то это наносит ущерб правильному строению других тел. Эмоциональных, ментальных, значит, тело мышления, тело, то это наносит ущерб правильному строению других тел. То есть не экселав, но экселав как таковое, то уже можно переписать все другие тела, потому что иерархически они находятся в зависимости от этого тела. Но знание переписывания нерайского детства, оно уже давным-давно утеряно. Методы, которые сейчас используются в психологическом мире и на Западе, и на Востоке, значит, русскоязычная территория, она основана на акцептации того, что с тобой произошло. Я считаю это абсолютно неправильным. Потому что здание, которое строится на песке, при первом же большом толчке, может все упасть и все может рассыпаться. Поэтому райское детство – это так же, что записано в нашем сознании на очень глубоком уровне. На очень глубоком уровне. Оно записано на уровне знания, которое уже давным-давно находится в глубине нашего сознания, потому что мы происходим от христианского или постхристианского мира. И очень важно, чтобы это знание, это желание также на райское детство было осуществлено, потому что каждая культура, каждая культура в постхристианском мире интуитивно чувствует важность этого периода в жизни каждого человека, интуитивно использует это знание, интуитивно, значит, по кусочкам, по обрывкам, для построения правильного детства. Можно здесь действительно употребить это слово «правильное детство», и можно употребить также слово «неправильное детство». «Неправильное детство» – это детство миллионов и миллионов детей, а потом взрослых, которые живут в обиде на неполучение райского детства. потому что интуитивно в этой постхристианской культуре или христианской культуре каждый человек знает, это записано в Библии, во многих местах, в Новом Тестаменте особенно, почему так важно райское детство. Но, несмотря на эти тексты, в практической жизни, даже в религиозном воспитании, очень часто дети встречались с террором, с унижением на протяжении тысячи лет. Происходило это извращение райского детства. Когда этим людям было достаточно открыть Библию, Старый Завет и Новый Завет, и всё стоит, всё написано. Но что было, это даже религиозно, я говорю, а в прошлом почти все начальные школы были религиозные. В практике очень часто это был террор, это было насилие, это было встреча со злом в очень раннем возрасте. И так же продолжается сейчас, если мы обратимся к информации, что происходило во многих, даже, так сказать, развитых странах. Там это зло было законсервировано и закрыто одеялом любви, так сказать, что в нашей церкви происходит ничего неправильного. И сейчас это вскрывается, потому что люди, они стали взрослыми, но это только последний период, а до этого, а до этого, а до этого. Сколько зла было совершено над детьми, не смотря на эти мудрые слова в Новом Завете и в Старом Завете. Но особенно в Новом Завете обращается большое внимание. и для меня лично так важно начать процесс переписывания переписывания нерайского детства от нуля до семи. и это возможно. Значит, не как в современной психологии учиться принять, что тобой произошло, и это интегрировать, encapsulate, это, это как такую капсулу также хранить в себе и учиться жить с этой капсулой. Всё это неправильно, потому что эта капсула каждый момент сотрясения может снова разбиться от лка, разбиться и пустить новые корни и снова влиять на судьбу человека. Поэтому так важно, так важно понять это, понять это и действовать с пониманием, как нужно действовать. Почему в этой церкви удалось найти это понимание и удалось найти механизм переписывания детства на на единственно правильное детство. И это райское детство без знания добра и зла. От нуля до семи. В раю нет знания добра и зла. в раю нет культуры. И поэтому методы, которые открыты сейчас в этой церкви НКС, и которые она хочет внести в современную жизнь, они основаны на реальном понимании и понимании жизни человеческого ума, как такового в большом смысле и человеческого сердца и человеческого тела. До действия я их обрисую и эти действия также это так сказать это одно из возможных действий. В принципе возможно очень много различных действий, если они находятся на правильной основе и если они способствуют правильному переписыванию не райского детства в райское детство. Поэтому здесь открытое поле действия для различных методов. Здесь я использую метод, который доказал свою жизнедеятельность и который работает. Сначала снова вернемся почему так важно иметь райское детство. метод, потому что это основа всего здания этого человека. И это не пирамида, это большое здание. И если в основе этого здания заложены нетвердые элементы, это здание может упасть в момент, когда рост здания достигнет критической точки возможной опоры. И возможности опоры. Поэтому здесь можно сказать, если мы сравним с миром строительства зданий, да райское детство это забивание свай глубоко, глубоко в грунт, на котором будет построено это здание. Это изображение. Напоминаю, я не пользуюсь образами, потому что образы это продукт культуры, и они стимулируют культуру как таковую. Я пользуюсь изображениями, собраний изображений в одну, в один такой фильм как бы, но лучше сказать, это продолжение изображения в развитии, потому что каждое изображение также оно само по себе важно и цельно, и поэтому детство без культуры можно сравнить с забиванием свай для как можно большого здания. и чем больше здания должно быть, тем больше свай должны быть поставлены, забиты в грунт. Это и есть основание, это и есть райское детство. Райское детство можно сказать в такой мере немножко грубовато, но это сильно сказано. Райское детство это забивание свай для будущего здания. И почва, а почва в этом смысле это культура, в которой ребенок будет развиваться, всегда разнится, она всегда разная. Поэтому и умение правильно забивать свай всегда интуитивно связано с местом пребывания ребенка и культурой, местной культурой, в которой этот ребенок живет. это изображение забивания свай, это и есть действие родителей или заботящихся о ребенке с любовью и теплотой. Мозабивание свай это вторая рука, это правая рука, это структура. как сравнение, как метафора, и правая рука, это структура. и правильное детство, райское детство в контексте любви, теплоты и структуры и есть забивание свай в почву. Эта структура будет себя проявлять всю последующую жизнь этого огромного здания. Всю. И чем лучше пос... Чем лучше сваи нашли себя, я стараюсь избежать слова забивания, чем лучше сваи положены в грунт, но они не положены, они забиты в грунт, потому что, я повторяю, структура в рае, она консеквентная, и она очень крепкая. можно сравнить с железобетонным. Такая крепкая. Но она натуральная, поэтому это не железобетон, это особый материал, который мы не можем найти в природе. поэтому сравнение с железобетоном более подходящим, потому что железобетонные балки, они очень сильны на всем так же в своей длине, как в силе. и снова вернусь, чтобы сказать эту важную, важную вещь. Интуитивное знание этого райской, этого райского детства живет на очень глубоком уровне. Потому что уже давным-давно люди, мудрые люди, которые были заняты этим вопросом, они нашли эти понятия. Но потому что культуры сменяют друг друга. А это знание передавалось только интуитивно. Можно прямо сказать, почти на генетическом уровне в человечестве. С момента культура сформировала себя как культура. Мудрые люди пришли к выводу о райском детстве. Потому что у них уже было понятие культура тогда уже давным-давно сразу же занялась и она была аккумулятором знания о жизни после смерти. И жизнь после смерти почти во всех культурах была дефинирована как райская жизнь. Если твоя жизнь на земле была правильной. Но так как ребенок только что родился, они исходили, что ребенок всегда правильной и поэтому жизнь каждого человека начиналась с райского периода. Так же как в Библии мы находим и в других мудрых книгах мы находим это знание, что детство человека начинается с райского периода. Так же как детство человечества началось с райского периода в крестьянской культуре это наиболее четко и много об этом говорится. Поэтому хотя на общечеловеческом уровне это знание было утеряно о райском детстве отдельного человека после его рождения значит от нуля до семи повторяю всегда это магические цифры от нуля до семи то есть с самого рождения до семи это райский период это период без знания зла и добра это период без освоения культуры в которой ребенку до после когда взрослому человеку будет предназначено жить и поэтому я говорю этот период можно сравнить с забиванием свай и забивание свай в грамм в землю в и иногда это очень это очень суровая земля это каменная земля и все равно нужно забить эти сваи потому что каменный грунт немножко глубже может оказаться на плывущем песке поэтому так важно чтобы родители или люди которые заняты ребенком делали это сознательно это отгораживать этот детский рай от возможного влияния зла и добра и огораживать его от прямого действия в культуре в котором будущем он должен жить и если это не произошло этот райский период не произошел человек в периоде от 21 до 28 лет это период когда становление я маленького я я кто я где также эго развивается большое внимание где происходит накопление в области я во всяком случае это область когда человек уже прошел ментальный период период мышления эм 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 сильный плюс минус атера то есть интеллектуэл тоже ан сейчас придет пауза и я продолжу после паузы эми эм 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 э э э э ЗАБЫЛ ЗВОНОК Здесь завершается это вступление, вступительная часть, и начинается практическая часть. Эта практическая часть стала возможной с появлением новых методов записи изображений с каждого телефона. После экспериментов с этой методикой и с помощью этих современных или ультрасовременных средств записывания изображений, и появилась возможность, ну, лучше сказать, появилась новая возможность в помощь этому процессу переписывания. Детство, если оно было не райским. Значит, основа – это уже интуитивное знание и интуитивное желание получить это детство именно в таком виде. Это живёт на уровне... Не на уровне культуры, это живёт даже на столько сотен лет, на столько тысячелетий. Это живёт почти на генетическом уровне. Но найти гену, которая записывает это и переносит это, не представляется пока возможным. Поэтому лучше говорить о том, что это почти генетический уровень. Значит, это информация, которая передаётся немного другим путём. Но она находится в каждом человеке. Потому что никто не принимает зло в детском возрасте, как само собой разумеющееся. И поэтому люди создавали теории ненависти к расам, чтобы детей можно было помещать в нерайское состояние людей другой расы, которую они объявляли плохой расой, несовершенной расой, недоразвитой расой. И тогда люди, которые имели власть в этих местах, и всегда мы встретим здесь поле культуры, которое активное. Потому что культура – это носитель зла. Они совершали коллективное насилие над детьми другой расы, которую объявляли недостаточной или плохо развитой. Но когда думающие, культурально развитые люди, и которые также имели какое-то понимание мудрости, осмысливали ли эти вопросы, они понимали, что так нельзя. Это первая база, интуитивная, передающаяся через поколение, понимание, что каждое детство должно быть райским. Потому что человек в своих поисках всегда оперировал к началу всего человечества, как райскому периоду, когда человек общался с богами, с высшими существами, с высшими духами, как только их не называли, но это начало всего человечества. И поэтому начало каждого отдельного человека также считалось должно быть райским. Должно происходить в раю. Я также считаю, что начало каждой человеческой жизни от нуля до семи должно происходить в раю безусловий. Значит, безусловным раю этой лифтой теплоты, о которой я говорю, символически левая рука, не должна ставить условий для этой любви и теплоты. Так же и правая рука, рука структуры. Трансэкстраверк структуры. Так же забивание свай для будущего здания. И так же происходит в детстве, в райском детстве. Но так же ребёнок, ребёнок так же строит такую тонкую стену этого рая. Настоящую каменную стену строят родители и люди, которые занимаются этим ребёнком. Которые назначены быть воспитателями ребёнка. Ну, называю родителями для простоты. Значит, родители строят стену, преграждающую зло проникнуть в этот рай и познакомить ребёнка с действием зла. Но, конкретно, сейчас конкретно, как происходит переписывание райского на райский, на райское детство, исходя, что кто-либо не дополучил этого рая и познакомился с ослом слишком рано. И травма, эта травма продолжает жить через все годы впоследствии. Действительно, заняться этой перепиской возможно только после 21 года. Потому что, по этому принципу, которому я придерживаюсь, и церковь придерживается, это 7 лет цикл. Поэтому, когда открывается эта возможность и начинается формирование «кто я?» Значит, самого себя, этого маленького самого себя. Но вопрос очень часто для людей, которые очень чувствительны, вопрос иногда стоит очень жёстко. В этот момент появляется также возможность и основание для переписывания незаконченного детства. Какой-то момент детства у всех ещё был всегда. Но я говорю, что проблема происходит, что надо его завершить в правильный манер. И если оно слишком рано завершено, или оно испорчено слишком рано, и ребёнок знакомится со злом и переживает зло, то у него нет этой огромной, сильной базы для строительства всего этого здания, которое называется «человек». И это не пирамида. Пирамида, уже несколько раз было это сравнение. Пирамиду человек тащит в своём рюкзаке позже. Начиная в основном где-то с 30. Человек сам по себе – это не пирамида, это здание. И каждое здание имеет свою форму. Это может быть какой угодно формой. Но когда я говорил о пирамиде, человек – это не пирамида. Человек тащит пирамида, это желание вечной жизни можно сравнить с пирамидой, которую человек тащит и которая часто искривляет его жизнь. Значит, как происходит переписание нерайского детства на райское детство? Система хабазает обдесилу изображения. Сила изображения и сила чувствования изображения. Изображение сравним здесь. Сила изображения сравним другую силу. Они не одни и те же силы. Имеется изображение и имеется сила изображения. И поэтому переписывание, оно начинается с осознавания, с понимания. Это детство, которое у меня было, оно было не таким. И я хочу его сделать райским. Как говорит это глубоко скрытое желание, это глубоко скрытая информация, что это единственно правильное детство. Детство в раю от нуля до семи. Все другие возможности, которые говорят, это можно делать короче, это нужно делать длиннее, на детстве, они все оказываются слишком вымороченными, слишком придуманными. И в них нет основы в человеке самому по себе. Поэтому, когда человек осознаёт, я хочу исправить, это важно, если это понимание есть, и это желание происходит изнутри, происходит поиск механизмов этого переписания, происходит желание переписать, когда человек узнаёт механизм переписания. И здесь первое глубокое понимание, или открытие можно назвать, что здесь мы говорим только об изображениях. Эти изображения, их огромное количество, но здесь мы селектируем только изображения, относящиеся к детству. И это построение изображений стоит не в прямой зависимости от силы изображений. Это могут быть сильные изображения, но также они могут, и немножко позже, логические продолжения этих изображений могут быть очень слабыми, значит, не сильными изображениями. И потом снова могут происходить сильные изображения. Действительно, сильные изображения труднее освободиться от сильных изображений, которые тобой управляют, чем слабыми. Но во всяк каждом случае остаётся, что человек в этом периоде, от 21 до 28 уже возможно, возможно и должно иметь эту силу преобразование самого себя. желания, но не самого себя всего. Я говорю только о детском периоде. Значит, до эмоциональном периоде, до умственном периоде, которые придут позже, только от нуля до семи. Это возможно, и не только возможно, это необходимо сделать, потому что это период забивания свай. И человек в периоде между 21 и 28 может это сделать, может переписать не райское детство, на райское детство, и забить эти сваи в грунт, в землю, в этот грунт, в котором он живёт сейчас, и в котором будет жить в прошлом. Хотя он может и переехать в другую страну, но продолжает нести культуру с собой. Человек переезжает, но культура остаётся его, продолжает его формировать и им руководить. Значит, конкретно переписать детство, значит, переписать изображение накопленное в детстве. Это относится также к языковым изображениям. Значит, если кто-то в детстве говорил плохие вещи, негативные вещи, злые вещи, очень злые вещи, и этим ребёнок травмирован, это тоже записывается с помощью изображений. Значит, эти слова переводятся в изобразительные слова. И поэтому это тоже возможно переписать. но здесь находятся некоторые подводные камни, которые могут нормальному течению переписывания повредить. в принципе переписка происходит так. Сначала понимается, что период от нуля до семи это ситуация. Одна ситуация. Она началась, она достигает максимума, и она завершается. если ситуации детства слишком рано кончилась, остаётся большой кусок, который можно назвать незавершённость ситуации. Ситуации, учения о ситуациях, которые он я пользуюсь очень часто, можно назвать чётко и конкретно учение о ситуации. Каждая ситуация должна быть завершена. После этого она по натуре своей динамики умирает. Как яблоко умирает, когда падает на землю, и там рождается в семенах, становится громдом, значит, просто навозом для следующей генерации совершенно новых яблонь. Также, если завершить неправильно завершённую детскую ситуацию, ситуации лет тогда она умрёт по натуральному закону завершения ситуации, потому что каждая ситуация это также развитие изображений, живых изображений, не мёртвых изображений, как фотографии, не как фильм, который завершается, когда ему хочется, это закономерность, это законы, которые позволяют ситуации умереть, когда она завершается естественным образом, повторяю, как яблоко падает, когда оно созревает, чтобы дать жизнь новой яблоне, так и ситуация умирает, чтобы дать жизнь новой ситуации, потому что это всё живой процесс, поэтому и возможно переписать детство, если оно не было райским, то естественно этот слой, глубинный слой поможет жизнедеятельности новой ситуации, которая переписана исходя из свободы выбора человека, выбора для добра или для зла, и также выбора для той культуры или для другой культуры, также выбора делать что-то глубоко или делать что-то неглубоко и несерьёзно. Это здесь это серьёзный процесс, потому что он затрагивает человека самого себя и он сопровождается, если всё происходит правильно, забиванием свай для этого огромного здания, называемого человеком. Поэтому переписание нерайского детства происходит с помощью заканчивания ситуации и через активацию изображений, которые остановились там, где рай был прерван. Значит, речь идёт об этом участке. И это также относится к релациям с другим человеком, это относится к работе, это относится к жизни, это относится к тысяче ситуаций, которые мы переживаем. И очень часто мы не заканчиваем ситуации, и они все переходят в наш рюкзак, который хранится в уме, в охлаждённой форме. Значит, не только пирамида, как желание на жизнь, бесконечность жизни, но также все незаконченные ситуации, все попадают в рюкзак, они все имеют какой-то вес, и постепенно этот вес огромен. Поэтому детство это только первая ситуация, которая должна быть исправлена по закону переписывания. Значит, первая ситуация, которая закончилась слишком рано и не дошла до своего завершения, чтобы умереть по натуральному закону, это в этот период развития Вибенек, кто я, значит, развитие самости, не самости, самого себя, самости, это уже выше селов. Поэтому это доведение до конца этой ситуации. И делается это таким образом. Сейчас скоро перерыв, поэтому попробую еще остановиться здесь и в следующий момент обратиться к переписыванию как техническому аспекту переписывания. А здесь попробую продолжить этот период. Значит, человек, если он понимает это правильно, и я хочу это делать, он записывает на телефон процесс своего детства, насколько он помнит, до того момента, когда детство райский аспект завершил, вдруг завершился, и ситуация была прервана. Вот здесь хорошо сказано, ситуация была прервана, значит, эту ситуацию надо снова активировать и продолжить. Насколько возможно, насколько возможно, и это делается через телефон на эту крайную карточку, где записывается информация, человек записывает сам себя, записывает все, насколько он помнит. И важно понимать, что он не должен заходить за рамки детства, потому что там начинается другая ситуация, и это проблема большинства людей. Перескакивание из одной ситуации в другую ситуацию без правильного завершения первой, второй, третий, двадцать пятый, шестьдесятый и так далее до тысячи. и этот перешкок и производит этот хаос в голове и сердце. Иногда в теле также, как носители нашего строения. значит, сначала понимание и желание, если оно есть, конечно, это переписать, это понимание этого метода и очищение одной ситуации от возможного влияния других ситуаций. значит, не важно, что думали родители, что думали люди, которые совершили злые поступки. Это не важно. Что важно, что они, какой вред они нанесли в процессе правильного завершения детской ситуации. Мактони такие, и что они делают, это их ситуация. Мы не знаем и не в этот сейчас я говорю только о завершении детской значит, неправильного детского рая. Время подходит, я завершаю. Не не притягивать другие ситуации, очищать ситуацию как таковую. Это. но сразу перехожу к продолжению. значит, сосредоточившись на этой, это еще подготовительное, в момент начала записи на видеотелефон, потому что самое простое работать с этими маленькими карточками. На видеотелефон человек записывает все, что он знает, и также очень важно, где он остановился, и сколько он еще думает, было еще нужно, исходя от нуля до семи, сколько еще необходимо было пройти, чтобы завершить детство в натуральной, в натуральном ритме, по естественному, по закону естественного продолжения завершения, продолжения, завершения. это записывается на карточку, после этого карточка достается, то есть очень маленькая, и здесь начинается процесс, который похож на удивительный процесс, эту карточку необходимо разбить на маленькие кусочки. Лучше всего не железом, потому что железо может быть намагниченным, а они, эти карточки, чувствительны к магнитному полю. Просто двумя камнями самое лучшее разбить маленькие кусочки, почему это важно, потому что эту, эти остатки от карточки должны послаться по адресу, который здесь, в Голландии, в этой церкви, адрес церкви, но это больше, это не церковь, это пост-трестанты, это пост-рестанты, это где пост-контора, это значит почтовое отделение, почтовое отделение и пост-рестанты это до востребования, по-моему, правильно быть, оно длится недолго здесь, в этой стране, в которой я сейчас нахожусь, Голландия издаётся, и кажется, это это не пакет, это просто envelope, лучше всего с пластиком bubble, чтобы envelope, люди не могли чувствовать, что там внутри, и здесь речь идёт только об этой карте, эта карта будет, когда она придёт в Голландию, она будет получит, будет проработана по специальной системе, которая способствует заполнению вот этого окончания ситуации. Значит, записывается видео, запечатается в конверт пластик bubble, чтобы никто не видел этого, эти кусочки, никаких писем, ничего, нельзя сказать, нельзя, но дело в том, что нельзя добавлять никакого написанного текста, потому что описание ситуации или описание чего-либо не соответствует наиболее естественному процессу разговора, разговорного языка. Язык, который записывается, это совершенно другой субъект в нашем мозгу, в нашем уме, в нашем мозгу. Поэтому эта карта в принципе на конверте пишется этот адрес этого постконтора, почтовое отделение, адрес почтового отделения Гаванда и имя человека, который должен это получить. это имя, которое я ношу. И обратный адрес, он всегда важен, чтобы письмо не потерялось, если что-то происходит, и оно может просто вернуться. и тогда может снова весь процесс снова начать. Что очень важно, значит, чтобы эта разбитая карточка не могла быть собрана снова вместе для того, чтобы информация не попала в какие-то руки. Это вопрос security, вопрос защиты информации, значит, она должна быть разбита, но это также разбивание, начало разбивания ситуации, старой ситуации, чтобы завершить и начать новую ситуацию. Также очень важно это время после записи видео записать видео и послать в почтовое отделение в принципе это должно длиться не больше 45 минут. Имеются многие основания для этого. Одно из важных оснований, что человек меняется по прошествии одного часа, значит, 60 минут, и начинает уже по-другому думать о той же ситуации. Это первая опасность, поэтому важно не ждать 60 минут. Также человек появляется желание что-то дополнить. к счастью, карточка уже разбита, поэтому так важно, разбить уже нельзя ничего дополнить, это очень важно, чтобы не примешивать новую интерпретацию ситуации. Вот это видео, которое было записано, оно и есть единственное единственный момент записывания этой ситуации и её понимания этой ситуации. Это так произошло, и это не иначе. Хотя одно и то же событие можно интерпретировать тысячи, тысячи способом интерпретировать одну и ту же ситуацию. Поэтому очень важно, чтобы ситуация была одна, чтобы она проходила из того, что человек вспоминает, о семилетнем себе можно тоже что-то вспомнить, но это также важно, что человек всё, что считает важным, относящимся только к одной ситуации, в этом и есть сила ситуации, учения о ситуации, не смешивать ситуации, не делать рататуй из ситуации. Нормальный человек живёт в множестве ситуации, которые пересекают, которые влияют друг на друга ситуации, и поэтому человек и живёт в этом хаосе внутри себя. Мудрость – это состояние без хаоса, это состояние понимания чистоты ситуации, с которой человек общается в этот момент. Значит, начало очищения детства как ситуации, это уже начало мудрости. Окей, это мудрость, которая в начале, это мудрость, которая является изображением в зеркале. Значит, зеркальная мудрость, которая видна через зеркальное изображение. Значит, это не мудрость как таковая ещё, но это изображение мудрости через зеркальность нашего сознания, и наше сознание, оно разбито, значит, это разбитое изображение мудрости. Но это не важно, это уже начало мудрости, это не важно здесь, это важно в большом контексте, здесь важно начать очищение и очищение одной ситуации от другой. И тогда появляется возможность очищения через завершение ситуации. И это и является закономерностью ситуации. Это и является учением о ситуации, что если консеквентно продолжить ситуацию, и её можно завершить, и она в момент ситуации завершается, она умирает. И как таковая, как зрелая яблоко отпадает от человека. И здесь, на этом сравнении можно видеть, в чём сила завершения нерайского детства. но так как человек ещё, который этим занимается, уже у него есть это внутреннее искривление через нерайское детство, он ещё не может завершить ситуацию. И это и есть работа этой церкви. Завершить ситуацию через общие закономерности завершения ситуации. И тогда эта конкретная ситуация попадёт под общие закономерности завершения ситуации. И это уже происходит в контексте этой церкви. Потому что это также немножко мистический процесс и немножко духовный процесс, который, от которого человек уже дистанцировался через посылание этих изображений в эту церковь. Значит, поэтому я и называю эту церковь, а не какая-то контора или организация, потому что здесь уже начинается процесс спиритуальности и мистики. Ну, Климбеевич, потому что это удивительно, но это очень всё реально, и мистика это просто больше, я бы сказал, мистика здесь соответствует удивлению, что это работает, что это действует, и что эти закономерности существуют. Это удивительно. Я каждый раз удивляюсь, что они существуют, и что они работают и действуют. Удивительно. здесь также на долгое размышление стало важным соотношение разрешения ситуаций и человек, который занят этим процессом и хочет послать этот конверт, какова его действительно заинтересованность в разрешении этого ситуации и взаимоизменений нет импорт замещения, но детство замещения, процесс детства замещения, можно сказать, обращаясь к современной реальности, детство замещения, это звучит так немножко наивно, и в этом его красота, детство замещения, что заинтересованность человек возрастает, если человек ассоциирует финансовый аспект своей жизни с процессом, о котором я говорю, если это будет бесплатно, зная русскую действительность, действительность, которая существует сейчас в мире, это можно назвать «Ах, Мэр Магнияйт, это тох, это 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 бесплатно». И поэтому человек подписывается со словами «Это бесплатно», так же «Мне всё равно». Поэтому ассоциация с финансовой стороной нашей жизни она подчёркивает заинтересованность человека в завершении этих процессов и в обращении, чтобы понять и действительно переписать самого себя. Это детство замещения только говорим о детстве от нуля до семи, от других не говорим. Это другие ситуации. Говорим только об этом. И поэтому на глубокое размышление я и пришёл к выводу финансовый аспект, который должен сопутствовать этому процессу, важен, так как он отображает действительно заинтересованность человека в процессе. Никто не хочет давать деньги просто так. Никто не хочет получать деньги просто так. Но здесь идёт процесс о заинтересованности. Поэтому я разделил этот процесс, сделал сам, на различные градации. Потому что имеются простые ситуации и имеются очень сложные ситуации. И первая градация первая градация это нормальная ситуация. и поэтому я ассоциировал базовую базовую финансовую так базовый финансовый контекст для этих действий как коллекция числа один. эйн 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 точка или кома эйн эйн инюр значит это для нормальной простейшей ситуации. человек который посылает считает что это простая ситуация. Это также информация для этой церкви для понимания о чем идет речь. Значит эти математические числа изображают качество оценки ситуации со стороны посылающего. 1,1,1 это 111 запятая 11 это это сенты я даже не знаю как они называются. 111 евро и 11 центов. Не знаю как называется центов. 2,2,2,2,2 это уже ситуация которая сложнее и поэтому эта ситуация после того как она сюда приехала она занимает больше времени больше специальных методов своего с которыми нужно и обращаться к этой ситуации. А все это в форме этого разбитого этой разбитой карточки значит которую надо оберегать от от железного разбивания потому что это магнетизм может добавить искажение информации которая там сидит потом 3,3,3 тра, тра, тра и это все кончается с ней 9,9,9,9,9 и это конец этой лестницы потому потому что это должно оставаться чистым чистой математикой и потому что когда это растет еще больше начинается уже вмешательство после тысячи начинаются все эти математические коллизии поэтому от 1 до 9 значит 9 возможностей сложности ситуации и чем сложнее ситуации значит эти цифры говорят больше использования более сложных методов обработки этой карточки которая разбита также очень важно не замешивать две или три карточки из различных ситуаций вместе один envelope один convert bubble convert чтобы никто не чувствовал что там что-то разбитое потому что в Голландии они сразу начнут думать что это drugs поэтому важно чтобы один envelope одна проблема одна ситуация и также это математическая интерпретация заинтересованности человека в разрешении этой ситуации или в завершении ее детство это только одна ситуация существует уже также другие но я к этому обращусь позже самая одна из самых важнейших ситуаций это райское детство которое создается любовью и теплом структурой прохладной структурой и этими двумя руками и лепится этот ребенок лепится этот райский это райское пребывание ребенка но как каждая ситуация потому что ребенок растет мы понимаем что райский период это только период в жизни человека и он не должен затягиваться когда другие аспекты роста человека получают проритайты значит даже райский период он имеет свой естественный конец и он не должен загнивать на дереве значит поэтому один envelope один convert одна ситуация но сегодня я говорю а самый важный имеется также очень важный это ситуации незавершенные ситуации в релациях между мужчиной женщиной 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 родителей и дети все это ситуации и вот интересно через эту манеру наблюдения становится ясным как можно упростить внутреннее сознание человека открыть больше и больше места для мудрости и как можно сократить внутренний хаос как можно через упрощение также приходит но это уже совсем другие методы потому что мы говорим тогда уже о взрослых людях также приходит понимание что такое спиритуальное перерождение всего человека и открытие мистики и спиритуальности но это уже во взрослом состоянии и мы видим как детство которое было не райским и завершилось и слишком рано человек познакомился со злом как трудно ему уже в взрослой жизни освободиться от многих изображений которые коверкают его понимание жизни поэтому так такое важное место занимает переписание райского детства переписание не лучше так сказать переписание детства которое было не райским на райское переписание на райское детство сейчас получается снова пауза поэтому на сейчас я заканчиваю эту тему поэтому если снова обратиться о чем шла речь шла речь о завершении нитрайского периода и потом в другой раз я обращусь к теме как действительно перезаписать детство уже на райское детство сейчас сегодня в этот раз шла речь почему так важно переписать детство и пользуясь о том что я рассказал это возможно завершаю